Доброго утра! Всем привет! Знаете, что я делаю? Разбираю свою косметику. Уже даже немножечко подкрасилась. Сейчас осталось тут с моим хохолком что-то привести в порядок. Я вчера, кстати, не подстриглась. Договорились с Оксаной, она там что-то не успевала в покраске, поэтому договорились, что в воскресенье созвонимся, она будет работать. Там же определимся со временем. Вот. А я сейчас тут разбираю, девчонкам отдам то, что не нужно. Я уже начала, знаете, так думать реально, что я этим точно пользоваться не буду. В общем, сейчас покажу. Ой, не ту камеру выключила. В общем, реально, чем я пользуюсь, вот, каждое утро. Ну, вот это мне тоже нравится помада, но не на каждый день она. Так, вот. Что еще? Что еще? Вот эта помада. Так, вот это для бровей, пудра, румяна и вот эта штука. Вот это все точно каждый день. А вот это все оставляю. Не знаю, насколько я буду тенями пользоваться. Ну, пока оставлю их. А вот эта вот вся кучка убегает к девчонкам. Еще сейчас вот здесь вот переберу все. И вот тут стаканчики тоже. Все, вот эта вся коробушечка отправляется. Ой, к девчонкам. Тут прям много-много всего. Много-много всего. Счастья для девочек. Куча пробников, помад, духов. Я не знаю, я думаю, что родня тут сама переберет. Я уже накатала тюфтелек. Здесь у меня фарш, лук, рис немного приваренный, соль, перец. В общем-то, и все. Накатала. Сейчас поставлю в духовку. А тем временем, пока сделаю подливку. То есть, они немножечко поджарятся. Зарумянятся только снаружи. И я залью их уже подливкой, которую сейчас делаю на сковородке. Поджарочка готовится. Лук, морковка, наверное, со сметанкой сделаю. И залью все это в тюфтельки. Мы пообедали. Все готово. Гришка пошел сам в школу пешком. Вчера сам пошел из-за того, что я его, ну, не то чтобы наказала, ну, в общем, было за что его поругать. И сказала, иди тогда сам в школу. Вот. Ну, он все успел. То есть, все нормально, заблаговременно пришел. Все хорошо. И сказал, что мне так понравилось ходить пешком. Можно я опять пойду пешком? И мне уже хотелось, если что-то ему говорить, тогда ты не пойдешь пешком. Но нет, он пошел, захотел. Сказал, что там с каким-то мальчиком даже познакомился. В общем, все нормально. Пошел. Вот так вот. Так что ребенок уже вырос к 25 мая. Уже скоро каникулы. Я уже жду каникулы. Гришка и Антоха будут дома сидеть, а Афоня ходить в садик. У нас в садике каникулы только когда ремонт. Ну, я даже рада. Это некое все равно... У меня компот. И вот эти вот мои неудавшиеся макарон. Но они очень вкусные. Вообще вот нереально вкусные. И сердечко по форме, мне кажется, очень даже идеальное. Как вы думаете? Вот если бы они получились, они бы были красавчиками. Но мы их едим без начинки. Они нереально вкусные. Ореховый вкус прям очень чувствуется. Задник вообще не хочется показывать. Но на вкус обалденные. Будем еще экспериментировать. Я на этом не остановлюсь. Еду за мальчиками в садик. Гришка уже дома. Сержение водовес. Он сегодня тоже пешком пришел. Коровка тут пасется. Как она мне нравится. Только какает тут. Ну, естественно, без этого никуда. И небо сегодня, в общем, обалденная погода. Жара сейчас 30 показывает. Без кондиционера вообще уже не поездишь. Что? Я видел тетю Вику. Видел тетю Вику? Она, наверное, ульяши забирала, да? Да, видел. Все, давай садись в креслице. Антон сейчас включит нам про хоккей. Будем слушать. В бадминтон играйте. Мама, он не умеет. А кто умеет? Ты думаешь, я умею? Все. А дай степку. Я сейчас выйду чуть-чуть покажу. Наверное, газончик глянь, а то мы тут заросли. Вы с Антоном поиграете, Гриш? Я не умею. Мама, не плачет. Ищи. Пошлите, кто пойдет кушать, пойдемте покушаем. Мы кушаем. Еще сметанку? Давай. Пюрешка, тюфтелька. Ужин. И молодой чесночок. Уже бабушка с девушкой нам принесли чесночок. Он так пахнет. Мама, дай это все, и оно сразу будет тепло. Да? Так, что мы тут делаем? Мы рисуем камушки, как летом было. А вы на камушках рисуете? А я сон нарисовала. А что это за буквы? А если был стол, мы рисовали быть на листиках, да? Угу. Но мы это будем летом делать, да? Угу. Ксила-газон. Здесь, правда, что колеса были неправильно установлены. И опять лыса получилась. А так вот, в принципе, зелененько, если все правильно установить. И вот эту вот половину выкосила, где батут стоял. А остальное будем завтра докашивать. И здесь все. Здесь, правда, я сняла этот контейнер для сбора травы. И прям косила без него. Какой запах свежескожанной травки. Просто супер. Классная смородинка. Хочется уже кушать. Пошли. Куда? А, клубничку. А, клубничку. Маленькая. Надо уже, кажется, спаловать. Кого, щавель? Да надо его просто срезать, эти семена, и он заново начнет. Молоденький. Это он у меня уже какой? Третий год? Да, я даже не помню. Второй? Третий? Мне кажется, второй, нет? Да, у нас всего один рядочек клубники остался. Ну, как и глядь. А, вот срослось, да? Наверное, несколько штук. Да, прям много штук. Ну, да, прям. Да, тут даже еще цветет, то есть еще даже нет. О, у меня сколько будет. Глянь, только вылезает из цветочка. Да. Глянь, вот маленькая, маленькая. Наверное, только сегодня я не... Родилась, да? Да, я родился. А еще глянь, сколько цветет. Тут вообще вала, мне кажется, будет в этом году. Ну, да. Камушки. Ой! Да? Сосиска. А ты обезьянка. Тихонько, тихонько. Круто? Очень. Я первый раз такой, раз упалась, он не сказал, что я не упал даже. А ты хотел упасть, что ли? Да. Да ты что, это очень больно бы тебе было. Али, мам. Опять стукнули. О, мама, ну я могу накрашу? Нет. Это мне тетя, я хочу, чтобы тетя верно принесли. А сейчас накрасить, я пошлю сюда. Подождите, пожалуйста. Вот когда мама... Пошли тебе закатом любоваться. Мишка уже пропала? А я смотрела в своем видео, как вы отдали. Смотрели на закат. Да? Да. Ты смотрела в нашем видео? Ага. Какое небо. Симпатичное, да? А давайте летом снова пойдем на рыбалку, где мы там и были. Давайте. Смотреть на закат. Кто самый умный? Только обратно, там, в гору ехать. Ну, все равно, знаешь. Сминьки, да? Ой, как классно. То птички пели, теперь лягушки квакают. Да, мы вчера тоже в это убежали. Слышали? Да, они там вот птички маркетят. Не, ну просто так круто. Утром птички, знаешь, и днем. Да и сейчас они подпевают лягушкам. Ну, с рамкички, а здесь они. А что это открытие будет? Не знаю. Как надо закрыть или что? Не знаю, Изя, и мне ничего не говорят. Так, тихо! Ну, куда? Марго! А то матренку за руку. Марго! Что ты видишь? Расскажи. Слышишь? Какие ты слышишь звуки? Жабки. Слушай. Это что? Это что такое море? Где живут жабы? Жабы! Вообще-то их называют лягушками. Лягушки? Как красиво облака отражаются. Посмотри, у нас речка как будто зеркало, да? Да, мы как будто в зеркале. Прыгали, попрыгали. Пошли туда. Куда? Куда. У меня там крапива вот так поцарапала. И сама испачкалась. Ой, принцесса. Та только кривляется. Давай слушать звуки. А где птички? Слышишь? Тут и птички подпевают лягушкам, да? А я хочу уже, когда-то на лодке. На лодке? А посмотри, видишь, вот там течение, видишь? Вот эта вот полоса, это течение, да? Ну вот. Вот тут было лодка, пусть мы прокатались. Помнишь? А ты каталась, кстати? Я каталась на темный день рождения. А, а тут ты не каталась на хуторе, да, дядя Сережа, тебя не катал? Нет. Да надо к дядю Сереже. Вот сейчас бы было красиво кататься, да? А помните, как летом дядя Сережа прыгнул за Женевой? Угу. Она тоже. Вам, наверное... А, нет, видно, вот луна. Уже и луна вышла, вот она. Молодой мисс. А, Марго, отходим. Антош, ну иди сюда вперед. Ну что, Маргариту, что теперь делать? Марго. Дай-ка, а что ты там заявление подписывал, да? Он так и дал, и назад. Нормально? Поехал? Пойдет? Фуфанька. Сделал. Сделал. Ну что, у меня соскучились руки по пряникам. Это такой свадебный комплимент гостям. Все в кондурине. Не знаю, видно, здесь все перчатки блестят. И сам пряничек тоже блестит. Он очень красивый. Просто безумно красивый. Навряд ли это видно или видно, не знаю. В общем, белая часть, где платье, здесь покрыто кондурином. Вот такой вот комплимент. Завтра все упакую. Все хорошо еще высохнет. Все не до конца высохло. Могу сказать, что у меня руки настолько соскучились за конвертиками, с айсингом, за пакетиками. Я их только взяла в руки. И я офигела вообще, как мне хочется рисовать. Завтра еще что-нибудь придумаю. Прямо даже просто так. Потому что настроение от этого поднимается. И я понимаю, что сейчас опять полдвенадцатого. Или даже двенадцать тридцать. Нет, одиннадцать тридцать. И я хочу еще что-то делать. Не хочу спать. Но все-таки все закончила эту работу. Завтра отвезу. Нужно еще успеть сфотографировать. Вот. Поэтому вот как-то так. Мне настолько нравятся пряники. Я вот с таким небольшим перерывом понимаю, что это прям вау. Это прям мое. Я прям очень счастлива. Черные перчатки мне тоже нравятся. Фредди Крюгер какой-то. Но мне нравится. Я поняла, что в перчатках круче работать. Даже не с пищевым. А вообще и на огороде тоже. Вот. В общем-то всем огромное спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Как-то так получилось. Вот такой вот день. Что еще? Родня, кстати, нам вечером приезжала. Я, по-моему, их не снимала. Ну, за Маргаритой. Привезли нам пиццу. У нас тут был праздничный ужин за пять минут. Вот пиццу, колу привезли. Так что вот такой вот ужин. Все. Всем до завтра. Завтра у меня собрание у Гришки в школе. Сегодня у него было. Или вчера. Или сегодня. В общем, по-моему, сегодня была ВПР. Простите. Всероссийская проверочная работа. Из 15 баллов Гриша набрал 13. Для меня это маловато. Ну, завтра посмотрим, какие ошибки. Что там Людмила Валентиновна нам скажет. Вот. Ну, в любом случае, как Гришка, он так переживал, что переведут, не переведут. Потому что если сколько-то там баллов наберешь, мало, то тебя не переведут. Но он как-то переживал все равно. Но сказал, главное, меня переводят в третий класс. Вот. Ну, все. Всем до завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.